Как продвигаются дела дома номер 5 по улице Любезного? Замечательно, Алексей. У нас подвалы можно переезжать туда теперь и жить. Воды там нет, мусор весь убран, гнилушки все убраны, плесень счищена, обработано все хлоркой. Старшая по дому Яна Козина ведет показывать и теперь уже сухой подвал пятиэтажки. Вот, лужи нет, теперь можно здесь ходить. Видите, теперь это вот, ну, все это уходит. Уходит уже прям вот чистенько, уже видите, все убрано. Да, и бассейн сейчас вот снимем, который был, посмотрите, бассейна нет, там все обработано, все убрано. Прошло меньше месяца с того времени, как мы рассказали о ситуации в подвале дома номер 5 по улице Любезного. Тогда и трубы текли, и вокруг стояли глубокие лужи. Прошло чуть меньше месяца, трубы не текут, луж нет. И самое главное, нет зловонного испарения, от которого страдали жители первых этажей пятиэтажки. Начало есть, но еще небольшое. Там в подвале очень много работы, поэтому что еще только протечки эти устранены. Но трубы-то гнилые еще. Немножко сделали канализации, там поменяли трубу канализационную. Ну а так, там еще и эти вентиля, перекрытия, чтобы каждому стояку нужно поменять. Изменения стали возможны благодаря упорству старшей по дому Яны Козиной и неравнодушных собственников жилья, которые обращались во все инстанции. Наверное, кто-то отозвался все-таки из властей. Да, кошарный. Прямо ему, Станислав Николаевичу, отдельное спасибо за его участие, содействие в этом вопросе. Это заместитель нашего главы администрации города Бринска. Да, по вопросам ЖКХ. Дьячуку хочу сказать спасибо. Я была у него на приеме. Он меня услышал и довольно-таки хорошо меня услышал. Мне понравилась его позиция, что все-таки у нас, оказывается, в государстве все направлено на людей. Не на отписки вот эти все бумажные, как мы привыкли. То есть нас куда-то послали по бумажке, и мы пошли. То есть вы были у полномочного представителя? Да. И как бы лед двинулся, господа, и двинулся причем, что в лучшую сторону. После решения проблем с залитым подвалом на очереди ремонт в подъездах. Дело в том, что в прошлом году, опять же, после большого скандала, в доме была отремонтирована кровля. Сегодня настала очередь убрать все давние потеки. И снова жители проявили свою активную гражданскую позицию. Сюда вызывали подрядную организацию, которая нам крыла крышу. Была комиссия из представителей капремонта, администрации, подрядчика, управляющей компанией и жилищной инспекцией. И что решили? Решили, что подъезды нам протечки все устроят в течение двух недель. У активистов благоустроенного быта в планах войти в программу инициативного бюджетирования. Люди надеются в следующем году навести порядок и во дворе. Могу сказать всем отчаявшимся жильцам и людям в нашем городе, что нужно требовать добиваться и шевелиться. Под лежачий камень вода не течет. И даже мои бабульки, которые меня уверяли в том, что ничего не получится, оно получилось. Это только начало. Сейчас в сентябре мне опилят деревья. У меня уже там нету бассейнов, как это были. Течи все устранены. То есть, ну понимаете, да, подвал приходит потихоньку в надлежащий вид. Помимо внутридомового порядка, активисты многоквартирного дома номер 5 по улице Любезного намерены навести порядок и в отношении своей управляющей компании «Ваш дом». Ну вот сейчас у нас такая ситуация. Наша управляющая компания слезно нас просит не уходить, обещает нам золотые горы. Но, к сожалению, мы им уже не верим. А не верим почему? Потому что столько лет было бездействия, открытая наглость, как бы хамство в нашу сторону. Мы их упрашивали же по-хорошему. Очень много времени он мне показывал кучу бумаги, которую мы им писали. Они не реагировали. Учитывая, что управляющая компания «Ваш дом» все же стала заниматься своими обязанностями, и накануне нового отопительного сезона собственники жилья по улице Любезного 5 пока решили немного подождать. А весной все же вернуться к вопросу о поиске новой УК для своего дома. Алексей Есипенко, Дмитрий Матеров. События Брянск.